друзья всех приветствую ну вот собственно и конец сезона сегодня у нас 20 24 августа но в общем можно уже подвести какие-то итоги и рассказать вам что в этом году удалось чем чем я остался доволен а чем остался недоволен что было полным провалом так начнем с маленькой придомовой теплички значит ребят здесь у нас напоминаю здесь у нас протянем к 80 и значит как вы видите арбузов уже нет арбузы сдались первыми арбузы в тени как-то плохо себя чувствует и в общем то начали болеть и сдохли значит неплохо себя чувствует дыня как видите цветет но сегодня опять напоминаю 24 августа и вот то что вот впервые тут завязалась пару дней назад ну в общем я не знаю я не знаю куда это куда это она уже завязалась тут уже пора уже на выход на волю и ну я не знаю дыня в конце октября может быть если еще сентябрь будет нормальный значит дыни что я хочу сказать что дыни в тени очень плохо растут то есть видеть какая зеленая масса на пол на пол этой стены а цвести начало только ну наверно середине середине сентября началась вести вот вторая дыня вообще даже не цветет вот она вот что-то массу набирать набирать но тут уже даже приболела начала дохнуть чуть-чуть и шикарно себя чувствует маракуйя такие уже больше двух метров такие же прирост уже расти им некуда уже неку некуда подвязывать а так бы еще бы росли и росли вот то есть маракуйя нужно ребят тень тень не нужна бахчевым но вот маракуйя она обязательно значит запомнили какой высоты маракуйя потом пойдем в большой теплице покажу как там без притягивания что у нас ребятушки на улице на улице у нас альба надо было ее срезать конечно еще до августа но куча работы куча дел приступил только сейчас значит земляничка у нас в следующем году переедет на волю я ее выпущу а сюда сюда размножил немножко вот у нас есть такой рассадничек маточник это альбион вот все таки все таки ребят я наверное поспешил с этой альбой да это идея была такая что самая первая года дети покушают ну что-то хочется ребят после зимы такой вот что-то первое такую первую ягоду вкусную сладкую пока еще даже голубики нету вот клубника самая первая но ребят вот это вот вы поели да все классно получили кайф но потом целое лето вот просто вот эта зелень которую надо полоть все она вам больше ну ничего не дает и лучше бы было если бы я вот эти шесть рядов посадил альбиона где-нибудь здесь вот эти два ряда альба вот это было бы правильно а так получается сначала густо потом пусто вот и что у нас тут тут у нас тут у нас ребят дыня которая была лишняя 2 2 2 дыни 2 кустика 2 саженца дыни которые были посажены в гряду в землю и как видите уже начало уже желтеть пятнеть чем приболела сейчас такие сильные дожди пошли такие поднят 34 вот и ребят когда это начинает болеть это просто не невозможно обработать дают какие-то рекомендации обрабатывать медью ну как ты обработаешь когда вот у тебя вот но еще хлеще такая вот шапка сверху то конечно это обработаешь обрызгаешь а снизу внутри вот под этими листами все равно эти споры грибков остаются поэтому тут даже обрабатывать не имеет смысла ну и вот это вот самое самое спелое может быть ну скорее всего еще созреет а вот эти вот зеленые уже ну вряд ли при такой болезни уже тут вряд ли уже что-то что-то поспеет вот о чем здесь жили о том что очень поздно я засадил землю только после того как посадил дыню в большую теплицу вот у меня осталось лишнее посадил здесь нужно было хотя бы на неделю-две хотя бы пораньше здесь поставить но и в общем вот это вот такой неудачный короче арбузе который был в теплице протяняйкой вот я его на волю выпустил но такой вот непонятный непонятный арбуз ребят апельсина такой пока цены кто-то его уже пока цел какой-то вот неправильный рост и детям кривой какой-то тут уже приболевать начал непонятно как его поливать не поливать в общем с этими арбузами ребят это просто просто дичь да напомню что все привитые видите не привитые обычные семечки все привитые арбузы не все сдохло все вот первое первым делом сдохли привиты на лагинарию такие вот такие вот средненькие средненькие маленькие ягодки но вкусные так здесь у нас изменения виталтас как ты просил год назад а то и два я наконец-то эту пленку убираю вот наконец-то здесь будет чисто убрали торф убрали тут деревца уже выросшие и вот здесь вот вдоль этого забора будет дорожка то есть это мне позволит еще каждом ряду еще 45 кустика досадить убрали всю старую пнд трубу что не закон что закопано ну осталось земле навсегда потому что тратить временно откопку закопку проще новую трубу купить и переложить вот эта труба мягко намекает на то что теперь у нас новая система полива наконец-то друзья хочется показать как сказать неудачу года до неудачу года на протяжении каждого года так ребятушки вот такая вот малина вот такая муравила то что это муравила ребят это точно потому что ну ягоду то я видел и вижу каждый год но ну да на только-только с 24 августа ребят только-только вот что-то начинается то есть у нас здесь ну короче условия ребят ей не нравится мы сошлись значит думали там с как малине малина малиноводом да скорее всего нужно протяняйка наши листы видите красный горит лист яркое солнце плюс 30 нужно протяняйка воды я и даю нормально но уже теперь стал давать нормально с водой хватает ей вот все равно учет них солнце потом возможно почвы потому что она здесь перемешку маленечко есть места где глина попадается езди песок в общем непонятно разбираться с этими не хочу поэтому ребят кто хочет осенью поддержать и себе накапываете этих корней сколько хотите рубль за корень короче самовывоз самовыкоп вот выкапывать не и и ну просто некогда другой работы хватает уже который год она уже просто вот так вот земле сидит а мне бы ее хочется убрать убрать в хорошие руки скажем так она мне здесь очень мешает что же у нас в тепличке вот мы подбираемся к мягко говоря проколу года значит ребятушки большинство большинство дынь вот здесь три дочка в общем все что вы видите маракую не вдоль той стенки это все были дыни это вот они выехали нот осталась такая кучка значит выпустил на свободу арбузы арбузы были еще хуже в общем ребят это ну это просто вот это просто вот издевательство я уже просто вот ну руки просто не доходят все это выкинуть хотел оставить для вас посмотреть что это такое вот был подвязан упал на и ну и да и черт с ним уже ему уже на выход пора уже сентябрь скоро вот здесь вроде что-то завязал значит ребят в чем в чем фишка и непонятка во первых во первых как их поливать то есть у всех этих культур здесь арбуз дыня и маракуйя у всех разные режимы полива маракуйя нужен полив каждый день дыни там по моему через день там раз три дня что-то такой арбуз говорят раз в неделю но раз неделю про каких условиях никто не говорит влажность температура у меня были совершенно другие то они начали сохнуть их начал поливать то они начали сохнуть когда даже полива то есть переливаю и ничего не понятно вот кто выжил в этих условиях кто к этим условиям привык вот такие вот арбузики это ребят вот просто застыл его подвязал вот таком состоянии все и он больше не растет и тут такой же все они не растут начинают дохнуть листья значит снизу начинают начинают сохнуть это какие-то растут что-то растет что-то дохнет вот допустим плод завязался вот чает часто такое бывает все все здорово и ничего там не дохнет есть завязи и вдруг эти завязи просто начинают желтеть чернете все хана это все этот уже сейчас на выход пойдет значит вот это была гордость огромный такой вырос красавица то этот сайта торпеда все как надо как учили там снизу подрезал убирал за пасынками этими следил завязался его подвязал в такой мешочек он валяется подвязал все думаю класс и через неделю засох этот плод почернел сдох и еще через неделю перестал он выдавать эти самые цветы и сам начал дохнуть непонятно то ему все нравится то ему ничего не нравится и ребятушки как вишенка на торте такое издевательство у богов свое чувство юбора да вот этот вот арбуз я его вообще чисто случайно нашел знаете семена которые ну как-то не не взошли их скинул в одну кучу в торф вот и как-то при очередном замесе просто смотрю что-то вылезло смотрю присмотрелся арбуз вот черт его знает какая какой сорт посадил отдельно и фишка в том что ну хоть что-то выросло да хоть что-то немножко побольше но все равно когда кривой косой непонятно но это единственный арбуз который растет непонятно в каких условиях но там еще до видеть вот такой вот детский на но это ребят это издевательство какое-то и надо мной и над и над культурой вот и ребят вопрос к тому что там кто-то говорит что в 10 литровых типа горшках это самый не растет но вот этот растет а там не растет но дело-то не в горшке они одинаковые еще ребят пару арбузов ну эти что-то как-то что-то как-то растут вот так что ребят арбуз это полный провал по полнейший провал вот а дыни ребят воды не меня удивили половина дынь которые вот отсюда уже переехали на улицу выпустил я которые я просто над ними уже издевался потому что их было столько ребят что ну просто ну не хватает ни сил ни времени подвязывать дыни это ребят это какой-то адский труд если арбуз вон один стебель в один стебель ведем и все тут никаких вопросов то здесь посмотрите на дыню вот две две эти веревочки на на одну дыню было да это мало тут нужно вести один стебель и хотя бы по два скажем так плодоносных вот здесь я уже бросил этим заниматься я просто его положил снялся ты шпалеры положил просто это самый на землю он себя чувствует здесь лучше здесь тоже сады шпалеры снял просто вот плод в этом в горшке да здесь еще один спрятался потому что подвязывать ребятушки вот как там висит подвязывать каждый если у вас там больше десяти это это одища какой-то просто во первых вы должны следить разрастается все это очень очень круто если вы упустили какой-то момент то есть вот допустим вот здесь главный ствол до а плодоносит дыни на второстепенных ну скажем так этих стволах если вы упустили где главное а где второстепенный вот вот у вас такая вот куча вы уже никогда не разберетесь тут уже нечего подвязывать упустили подвязать все это вот такая вот история вот поэтому с подвязкой конечно дыни но это тот еще геморрой поэтому ребят и дыни и арбузы я считаю лично для себя полным провалом хотя и там консультировался у людей на словах ребят в теории все я в теории такой специалист что просто капец могу могу курсы платные это самое выдавать но когда это приходит доходит до вот именно практики тут что-то идет не до резко что-то идет не так и ребят что я принял для себя ну может быть лично вот ну лично лично мое решение может быть вам она и не подойдет и у вас все получается но так как у меня из голубика ему много работы то здесь мне вообще делать нечего здесь я просто в теплицу хочу приходить ну максимум это что ну поливать да но никаких не подвязок не обрезок этим заниматься не хочу и не буду значит следующем году я просто все это посажу в землю сделаю там этот капельный полив в земле и все и пускай она размножается как хочет даст плоды тогда сдохнет так сдохнет а вот это вот не знаю ребят культурный даже слов нету она низом вот этот вот тип личный вот этот с веревочкой вот вот вы представьте эти веревочки только навязать день наверное потрачен вот этот каждую эту веревочку каждый вот это вот каждому этому ведерку потом же они рвутся они же перетираются через вот эту доску то есть здесь по-нормальному нужно было набивать над каждой над каждым ведерком нужно набивать гвоздь чтобы этот гвоздь ну держал плод даже плод нормально это сама весит они по три килограмма ну точно тот наверное даже им может и 5 не знаю то есть каждый гвоздик еще набить а потом только навязать эти веревочки короче ребят здесь просто вам не передать как я был короче счастлив вот в этих мелочах в кавычках конечно вот и ребят что я еще хочу хотел бы показать это вот смотрите маракуйя вот она без притяняки посмотрите какая она мелкая но вот этот единственный единственный какой-то вот он полтора вырос но ребята не как сказать никто даже не при не приблизился к тому который вырос под притяняки то есть следующем году здесь будет только маракуйя все вот это будет затянуто притяняки хотя бы 40 и каждый ежедневный полив ребят потому что маракуйя не выдерживает 30 градусов и без полива все на второй день все тургор падает короче голову вешают здесь ребят у нас очень стало очень стало свободно переехали уже отсюда на две трети нам нужно высадил однолеток двухлеток и высадил ребят в контейнеры здесь доделал ряды осталось только эту трубу 10 на этот ряд дотянуть в тех двух ребят рядах капельницы врезать и все и забыть что такое полив шлангом вот полив ребят напомню сделан из весь из пенда труб это моя давнишняя мечта без всяких этих нагреваний насаживание резиночек всяких краников китайских пенда трубы не такие вот капельницы в которой даже можно при желании при желании можно одеть этого паука с микротрубкой и сделать вставить такие уже как капельницы такие острые такие по голубики ребятушки по голубики значит ребятушки хочется сказать маленькое такое отступление для скажем так рекламодателей до дали мне в этом году некоторые средства людях хотели компании на представители этой компании хотели чтобы я прорекламировал мое условие было ребята значит такое что я год эти средства проверяю и потом только выношу свои свой значит этот самый вердикт если ваше средство абсолютно гуану как в этом случае видите да кустик три года рос рос и все и добрый вечер значит ребят ну я такое рекламировать не буду поэтому пожалуйста были обиды что как так мы дадим средства ты его просто расскажи что оно хорошее не 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 вот вот раз средства вот два средства два это вот абсолютно другое вот вот такие вот короче результаты вот такое я рекламировать не буду и средства кстати одно из них это средство инсектицид второе средство это этот самый биологический препарат ну как удобрение можно сказать вот и ребят неожиданно неожиданно тут у нас значит помните этот эксперимент с биогумусом биогумус и чисто торф да вот такой результат чисто торф весной короче возвратной заморозки почему-то убили вкус хоть он был вот такой вот примерно и он заново видите начался сама расти вот а биогумус что-то вот проснулся и вот начал начал очухиваться вот здесь ребятушки умер куст весь полностью значит и начал уже отрастать из корней но здесь ребят самое интересное что два одинаковых было горшка просто поломанных самостроительные я в них размешивал значит в одном бетона в другом просто найти вот сама воду наливаешь и миксер типа моешь вот здесь был бетон на стенках здесь нет и вот может быть это реакция на бетон такая что доросли корни все-таки до стенок за год потому что они были одинаковые вот с этим вот кустиком почему-то по какой-то причине сдох вообще ничего не добавлял никаких средств никакой химии ничего а что у нас ребятушки есть собственно по ягоде вот как видите ягода у нас все осталось это сорт элизабет в этом году ребятушки я ну я и в прошлом году то был доволен в принципе да если бы не не резкие заморозки в сентябре которые превратили эту ягоду в кашу вот в очередной раз конечно это этот сорт меня радует своим размером значит самую большую ягоду можно собрали осталась такая средняя средняя и мелкая значит тут у нас где-то не знаю на вскидочку килограммов 30-40 чисто для себя осталось там еще вот мелкий такой или вот но он только в этом году только начал нам какую-то внятную ягоду давать вот а здесь мы должен такой последний сбор можно сказать чисто чисто для себя что ребят скажу не знаю у кого как ну один человек не сказал что тоже элизабет начал уже давать ягоду в августе хотя это поздний сорт он у нас начал созревать вот у нас кончился блюкроп кстати блюкроп у нас заканчивается блюкроп и у нас уже можно собирать но делать короче выборку самых поздних поздних сортов то есть это конец июля мы уже начинаем собирать элизабет или вот немножко позже был элизабет пораньше с ягоду не все собрали мелкую все-таки оставили дети бегали кушали ну и потом птиц отвлекали это мелкой ягоды то что они садились там вот а крупная нас тут вот значит 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 вот кстати кстати были у нас тут небольшие ураганы вот пару палок у нас этих пару стоек для птиц поломала значит по поводу весны наших любимых этих заморозков возвратных сильно покосило реку и не сильно но покосило дюка и ребят невзирая на это река дала то есть остальные почки которые вышли после заморозков на реке дали обалденную ягоду просто я был ребят в шоке я уже думал ну все река у меня не то река что надо все жизнь тлен сидела вот но размер ягода ребят к сожалению не было телефона с собой чтобы хотя бы сфотографировать в общем ягода была с 2 рублевую белорусскую монету вот по вкусу что самый самое вот интересное по вкусу она сахар в ней обогнал даже сахар в в дюке вот мало того что она была раньше она была еще и слаще дюка и дюк догнал по сахаристости только во время сбора блюкропа вот такой вот вот такой вот год интересный вот такие вот дюк и река так что ребят с легкой я бы я бы не стал спешить ее выкорчевывать пересаживать что кому-то она не нравится да конечно она не лёжка в этом я согласен абсолютно но так как у нас мы продаем только это самое ну я году фреш продам ее быстро то людям людям она наоборот понравилась в этом году вот ребятушки значит вот такие удивные истории значит тут у нас ряд стал тут у нас когда-то было межа мы сюда закидывали яма короче было вот какие то вот умные люди да в прошлом они очень любили делить значит земли выкопывая такой ров и сажаясь здесь деревья мы эти деревья пилили складывали в этот жиров заваливали всю землю и вот по прошествию пяти лет видите тут даже даже не видно что тут было это яма куторов но такой немножко уклонная на есть такой перепели перепад высот вот ну наконец-то стал сюда ряд мы так специально когда высаживали в грунт глубику специально пропустили и вот как раз вот так вот красиво стал рядочек это у нас сорт эврика сорт интересный я его пока ребятушки не допонял я думал ну в этом году просто покажу вам что-то великолепно и волшебно но волшебство не получилось я думаю что из-за моей неправильной обрезки ягода меня не удивила она получилась такая же как и блюкроп и размером и по вкусовым качествам поэтому я все-таки думаю что это был перевес и нужно оставлять как у реки у этого сорта нужно оставлять два-три ствола основных и может быть два на замену вот потому что он очень-очень кустистый очень разрастается я не видел еще ни одного сорта с такой силой роста даже 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 река нервно курить сторонки то есть за год роста вот эти вот маленькие вот эти вот саженцы да это все кстати годовал и вот за год роста они ну при благоприятно конечно обстоятельства потому что вот это вот конечно не показатель что я говорю год на эти как они стояли без полива подсохли тут они в теплице стояли теплица закрытая было то не подсохли вот за год на него растают как будто саженцу три года мне где-то было видео это высаживал их в открытый грунт там они меня конечно удивили и фотографии ягода удивила но хочется не не на фотографии я буду видеть на кусте но пока это не удалось поэтому поэтому ребят сорт для меня пока не особо понятно и не особо произвел фурор хотя обидно конечно потому что я этим уже занимаюсь уже три года пытаюсь что-то из этого сорта внятное получить есть вот эти ребят последние вот эти ряды в земле вот эти страшненькие по планам они будут выкапываться пересаживаться в контейнер земля здесь плоховатое что-то делать здесь землей это ребят проще проще просто но все равно придется выкапывать обкапывать выкапывать пересаживать поэтому проще выкопал взял контейнер насыпал него торфа поставлю тоже место воткнул вкус все для меня лично ребят не знаю как для вас как для кого но для меня лично вот такие вот неудачные ряды которые были посажены собственно говоря такой не очень хороший тяжелый грунт который со временем перемешался с торфом и там просто сейчас просто такой начинайте цемент короче под этими кустами вот им расти по сути некуда вот для меня проще посадить их в контейнер ну ребятушки и по сути такая основная работа чем мы занимаемся этом году досаживали немножко маленечко досаживали увеличивались увеличивали поле в размерах здесь у нас два ряда дюка этот брюкроп и шантеклер самый последний здесь у нас однолетки двухлетки вот немножко отвоевали у лесополе в дальнейшем и планируется так дальше потихоньку отвоевывать потому что дальше просто такие дебри что нужно вызывать я думаю экскаватор выкапывать корчевать там эти пни пни огромные работы много ну и вот так вот вот так вот нам было проще чуть-чуть очистили что-то порезали оттащили потом все это спалится будет костер потихонечку пилим оттаскиваем косим вот или как в этом случае прошелся торнадо вот выставляем ряды все протягиваем полив все быстро ну не скажу что легко ребят но быстро значит ребят в этом году в этом году количество ягоды скажем так мы чуть-чуть не дотянули до ожидаемого вот но количество ягоды все равно радует потому что плантация растет количество ягоды увеличивается значит ребят в чем полный провал так это в очередной раз наверно в малине полный провал я считаю в клубнике значит сейчас немножко наверно становимся на этом и полный провал это бахчевые это ребят время на же даже не ну даже не деньги потому что на бахчевые по всего да если взять так всем эти эксперименты там с садой с посадкой с прививкой это 100 рублей 100 рублей я дал только на вот всякие арбузы дыньки чтобы научиться прививать там все вот этого баловство вот это и и даже не столько жалко денег сколько потраченного времени я бы мог это время потратить на голубику это было бы с больше пользой чем это тот результат из клубника ребят что я хочу сказать это я не умею с ней работать на это нужно время на это нужно но опыт хотя бы чужим опытом воспользоваться тоже надо время чтобы перенять на значит и все вот эти болезни на клубнике все эти подкормки там ребят столько надо химии ли что я про меня целый такой у меня список а4 вот листно там ну только вот химия надо ли это вот в чем вопрос хочется детям это ягода вырасти да а в итоге там в этой ягоде такой список химии что тут задумаешься стоит ли вот а без химии вот я в этом году вырастил без химии у меня но все было и корневые гнили и ну естественно это плесень сама ягода потому что на такой пленке и и не выращивает она там плесневеет значит вредители паутина клещ этот трипс трипс вообще там ягоду изничтожил измочарил какие-то жуки-пауки которые эту ягоду видят в общем ребят это скажем так вступил туда одной ногой что-то завоняло я решил не что-то клубника мне как-то не очень хочется заниматься потому что в голубики все намного проще вот ребят такой такой вот такой сезон вроде как поначалу и что-то было что-то было такое опасно с этими с возвратными заморозками с этим затянувшимся затянувшийся этой весной но как-то все быстро пролетело очень как-то ягода вся очень быстро закончилась все ребят на этом у меня пока все спасибо что досмотрели этот ролик до конца что поставили лайк написали комментарий всего вам доброго пока